С начала года в регионе изменились условия получения скидки на проезд в общественном транспорте. Льготы лишились работающие пенсионеры и те, чей доход превышает установленный прожиточный минимум. Такое нововведение вызвало ажиотаж у пожилых людей. И они вышли на улицу, чтобы обратиться к краевым властям с требованием вернуть льготу для всех. Как стало известно, митинг был заранее спланирован. Пенсионеры получили анонимные письма, однако инициатор так и не появился на месте. Переговоры с пожилыми людьми провели вице-губернаторы края. Они объяснили собравшимся, что принятая мера была вынужденная. В год край выделяет на бесплатный проезд более миллиарда рублей. Чтобы сохранить прежний объем льготы, региональным властям пришлось бы урезать другие социальные программы на 600 миллионов рублей. По результатам исполнения бюджета за 2015 год, невыполнение доходов краевого бюджета составило около 10 миллиардов рублей. Соответственно, в рамках и подготовки бюджета на 2016 год мы были вынуждены оптимизировать все расходы бюджета. Сокращение транспортной льготы – единственная статья расходов в социальном блоке, которая подверглась оптимизации. Подобная мера была принята во многих других регионах страны. Как подтвердили в пресс-службе края, завтра с инициативной группой встретится губернатор Вениамин Кондратьев. Добавлю также, что всего в регионе сегодня около трех десятков различных видов льгот. Их получают более полутора миллионов жителей края. Ежегодно на это из бюджета выделяют 30 миллиардов рублей.